Тебе, дорогой Владислав, представляешь, как раз такой день просто знаменательный, день студенчества, и он же называется Татьянин день, да, так раньше называлось, я тебе сейчас кое-что скажу, и как раз у нас свет сломался, свет сломался, я позвонил своему другу, профессору Полилову, у которого есть знакомый монтёр, и вот как раз, когда я собирался делать запись с тобой, и как раз раздался звонок, а у Полилова, у моего друга, у Сашеньки, у него, значит, день рождения сегодня, и вот так получилось, что всё соединилось, и он день рождения должен был заниматься светом, и я ему сказал, слушай, как это здорово, именно в день рождения тебе вместо дня рождения пришлось помогать мне свет включить, и поэтому было же сказано, да будет свет, и стал свет, и поэтому ты день рождения сделал свет, вот я хочу также, мы сейчас с Владиславом, для всех молодых, для всех студентов, для старших школьников, да и вообще для всех людей, в этот день студенчества сделаем поздравления, да будет свет, и что я хотел сказать, важное, дело в том, что школа человек будущего, Homo Futurus, я в своё время, много лет назад, замысливал, чтобы уже сегодня люди могли развивать у себя качества и способности человека будущего, чтобы это было окно в завтрашний день, и чтобы мы все могли, и как раз таки нужно было бы, чтобы студенты, в первую очередь, могли развиваться, открывать у себя способности творческие, изобретательские, могли быстро адаптироваться к новому, могли работать с неопределённостью, да, и вот как раз сейчас так и получается, вот мы с тобой сделали несколько видео, и посмотри, сколько такой поток к нам идёт, поток, сразу стало уже 100 тысяч посетителей нашего сайта, а было только 60, и я пообещал, я же изобретатель, я художник, философ, психолог, врач и так далее, я сказал, я своим примером покажу, что можно без денег добиться своего, исполнение мечты и желаний, и я за 4 дня это сделал, и поэтому всем студентам я их тоже могу научить, чтобы они могли тоже добиваться своих желаний, даже в условиях, когда нет денег и так далее, это же так важно, а сейчас я это показал на деле, я на самом деле, как раньше говорили, мужик сказал, мужик сделал, без копейки денег я сделал, поток, и у меня теперь уже 100 тысяч подписчиков, а завтра будет 15 еще добавится, тысячи, потом 200 тысяч, и вот так мы будем делать, я всех этому научу. Почему так получилось? Я хочу сказать, это получилось потому, что я соединил момент этого изобретения науку человечности, которую мы в нашей школе «Человек будущего» как раз-таки совместно, люди из многих стран мира, совместно создаём науку человечности, что сострадание, любовь, сопереживание, совместное созидание, что счастье – это быть собой, а быть собой, быть собой, когда вместе – это высшее счастье, что вместе мы – сила, что мы можем создать свое будущее. Вот все это соединил вместе и создал это изобретение, и потом пошел поток людей сразу. Поэтому я сейчас хочу тебе показать картину, картину. Значит, она за моей спиной. Сейчас, подожди, я сделаю демонстрацию экрана. Наташа, покажи мне, вот у меня помощник, она из Белоруссии приехала. И она написала книгу, она здесь пишет книгу, и скоро будет книга в Белоруссии. У нас же из многих стран мира люди. Потому что школа «Человек будущего» работает на сохранение мира и разума на планете. Сохранение мира и творческого долголетия. Экран уже виден. Вот это моя картина, которую я написала много лет назад. Она называется «Портрет жены художника». Это я свою Татьяну. Я вот видишь, как вот в «Татьянин день», в «День студенчества» показываю картину, которую я написала много лет назад. «Портрет жены художника». А ее звали Татьяна. А теперь у меня прекрасные дети и внуки, и правдук Максимка. Правдук Максимка ему два года. Я хочу... А это вот у меня новые картины. А это вот студенты. Студенты, видишь? А этот ревнивый такой вот там, видишь, за ее спиной. А этот такой с цветочками. Короче говоря, я научу всех молодых людей изобретать. Изобретать, выживать, создавать, дружить, создавать новый мир. Что ты на это скажешь? Я скажу, что это просто замечательно. И самое главное, на основе науки человечности я сделал это изобретение. И мы всех сейчас соберем, всех желающих соберем. А вот сейчас я хочу всех, кто у нас уже записан на канал, им предложить. Пускай они, у нас завтра, во вторник, 25-го числа, как раз-таки в этот день, в 8 часов вечера по московскому времени, будет бесплатный ликбез, где все зайдут на YouTube-канал, все желающие. И там будет сброшен Zoom. И все желающие будут входить в Zoom. Я всем буду, как обычно, у нас регулярно проводится раз-два раза в месяц бесплатный ликбез. Всем помогать. И молодым, и школьникам, и бабушкам, и дедушкам. И помогать их родственникам. Я вам всем хочу сказать, что это неоценимая помощь, очень полезная вещь. Все любят наш бесплатный ликбез. И поэтому заходите, потому что там будут новые приемы. Снять стресс, восстановить свои силы, улучшить свой ночной сон, настроиться к экзаменам. Настроиться к экзаменам. Настроиться к встрече какой-то. Может быть, у кого-то там несчастная любовь. Для того, чтобы как-то эти переживания превращать в созидание. Как великие люди все так делали. Они любой стресс использовали. Любую стрессовую ситуацию они превращали в шедевры. Я научу студентов, я научу молодежь. Как минусы превращать в плюсы. И двигаться вперед. Да. Тогда я сейчас... А ты согласен с тем, что я сейчас сказал? Можно уже это сделать роликом и выставить в Ютубе, да? Да. А мы с тобой после ликбеза еще сделаем один ролик. Я расскажу, как же делать изобретение для всех. До встречи, Владислав. Спасибо тебе. Ты поучаствовал. Получилось случайно, но закономерно. Что ты как раз был родоначальником нового проекта. Помощь всем студентам в день студенчества. До встречи. Спасибо, Владислав. Вам спасибо большое. Счастливо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...